Добрый день! Меня зовут Екатерина и сегодня мы с вами будем писать морской пейзаж. Для выполнения этой работы нам понадобятся разные кисти, такие как синтетика и щетина. Большими кисточками мы будем закладывать основные цветовые массы, а маленькими мы будем прорабатывать детали и нюансы. Помимо таких инструментов, как кисти, в нашей работе нам понадобятся мастихины разных размеров, большой и маленький. В качестве растворителя я буду использовать пенен и лак дамарный, для того, чтобы наша работа сохла быстрее. Для того, чтобы наши кисти при изменении цветовой гаммы всегда оставались чистыми, мы будем использовать не только растворитель, но и тряпочку или салфетку. С помощью этих простых предметов мы будем вытирать излишки краски. Теперь давайте познакомимся с материалом. Итак, какие же краски нам понадобятся? Так как наша работа выполняется в холодных тонах, нам обязательно понадобятся синие краски, такие как кобальт синий светлый, ультрамарин светлый, изумрудная краска, кобальт зеленый светлый и теплый зеленый, такой как каливковая. Намечать нашу работу мы будем такой краской, как волканскоид. Для того, чтобы разбелять наши тона, мы будем использовать белило титановый. Из желтых красок я взяла кадмий желтый светлый и кадмий желтый средний. Далее нам понадобятся такие краски, как охра, неаполитанская желтая, сиенонатуральная и индийская желтая. В некоторых местах работы нам могут понадобиться такие краски, как кадмий красный светлый и краплак. Темные места нашей работы мы будем писать такими красками, как тия индига, умбра натуральная ленинградская, марс оранжево-прозрачная и сажа газовая. Итак, приступим к работе. Для того, чтобы более подробно изобразить панораму воды, мы выбрали горизонтальный формат. Так как формат нашего холста и нашего изображения не совпадает, мы можем немного изменять рисунок и не срисовывать с картинки, а где-то дополнять свои элементы. Намечать рисунок я начну такой краской, как волканскоид и сделаю это очень условно. Я буду следить за тем, чтобы линия нашего горизонта не была на середине холста, а также наша гора начиналась немножко дальше, чем середина, чтобы наша композиция была интереснее. Итак, начнем. Я взяла среднюю синтетику и буду намечать такой краской, как волканскоид. Для этого смешиваю краску с растворителем и делаю ее очень жидко и незаметно, чтобы она уменьшала нам дальнейшим весом. Первое, что я буду делать, это намечать линию горизонта. Можно немножко ниже опустить линию горизонта. И сразу наметить нашу гору. Следите за тем, чтобы она не начиналась от середины холста, иначе это будет некрасиво смотреться с точки зрения композиции. Композиция становится интересной тогда, когда наши предметы слегка смещены в сторону. Делаем примерный рисунок. Нам не обязательно срисовывать все, как есть. Можем даже немного сократить нашу гору, слинув ее еще больше вправо. Лишние линии мы можем стирать с помощью тряпочки и разбавителя. Сразу наметим линию обрыва. Субтитры создавал DimaTorzok и нарисуем линию нашего берега, которая идет по диагонали и в левой части холста сливается с водой. И я предлагаю буквально несколькими линиями наметить основные волны. Переднюю волну также наметим. Так как наше изображение не имеет какого-то сложного рисунка, мы не будем прорисовывать каждую деталь, а перейдем к работе с цветом. И уже когда основные цветовые массы мы с вами заложим, мы будем прорисовывать какие-то детали, волны и мелочи на переднем плане. Давайте сейчас возьмем большую кисточку и начнем работать с основными цветовыми массами, такими как синее небо, гора, которая имеет более теплый оттенок и воду напишем. Я возьму плоскую, довольно-таки большую синтетику и начну с написания неба. Для этого берем такой разбавитель, как Пинэн, добавляем туда немножко лака и используем краску, такую как Кобальт синий светлый. Чтобы сделать нашу синюю краску более сложного оттенка, мы добавим туда изумрудный зеленый. Субтитры подогнал «Симон» и этим цветом начнем жидко работать над нашим небом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Для того, чтобы намешать более фиолетовый оттенок, мы смешиваем ультрамарин синий светлый и краплак. Этим цветом мы будем работать в верхней части нашего неба. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Пока что мы делаем небольшую цветовую подкладку, которую в дальнейшем будем прорабатывать. Поэтому не бойтесь ошибиться, где-то взять цвет поярче. Это только сделает вашу работу интереснее. Где-то можно добавлять более светлые и розоватые оттенки. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Высветлим «Симон» Высветлим также верхний участок нашего неба. Краску на данном этапе мы не кладем густо, для того, чтобы можно было работать сверху этого слоя. Если мы будем жидко накладывать краску, она будет быстро сохнуть, что позволит нам в дальнейшем исправлять и дорабатывать. Сейчас я смешиваю кобальт синий-светлый, кобальт зеленый-светлый. Теперь немного смягчу касание пальцем в тех местах, где это необходимо. На небе у нас нет четких границ, поэтому здесь не должно быть каких-то жестких контуров. Все должно плавно переходить друг в друга. Смешаем сейчас темно-фиолетовый цвет, добавив туда немного сиены натуральной. Это сделает наш фиолетовый более сложным и живописным по цвету. Можно взять кисточку поменьше и сухой кистью втирать в наш холст. В некоторых местах фиолетовый можно сделать более насыщенным. Также за горой мы видим такой же темный участок нашего облака. Предлагаю вам сразу нарисовать его. Сейчас я смешиваю ультрамарин с пилилами. Получается очень яркий цвет. Добавляю его в нашу облачку. Добавляю его в нашу облачку. Лишнюю краску я предлагаю снять мастихием. После того, как мы с вами поработаем над небом, я предлагаю перейти к воде и заложить основные цветовые массы. Для этого я смешиваю ультрамарин, изумрудную и немножко сажи газовой. Возьмем кисточку пошире и прокроем большую часть нашего холста. Сейчас можете не бояться закрыть какие-то волны, их мы все равно будем рисовать сверху. Лишнюю краску мы можем стирать тряпочкой, как делали это раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавим немножко изумрудной краски. Можете смешивать здесь разные оттенки зеленых, синих и добавлять немного фиолетового. На первом этапе работы краску мы с вами должны класть жидко. В середине холста мы видим прям изумрудные зеленые участки. Стараемся сразу их передать. Берем изумрудную зеленую. Смешиваем ее с растворителем. И практически без смешения каких-то других красок, с исключением белой. Кладем на наш холст. Приближаясь к горе, можно добавить немножко лимонный. Рядом с волной мы видим темный участок воды. Пока краска сарая, можно сразу его обозначить. Кистью работайте пока смело. Не бойтесь закрасить какое-то ненужное вам место. Сейчас мы еще можем все исправить и изменить рисунок, если это будет необходимо. В каких-то участках можно протереть холст тряпкой. Тем самым, сделав воду более прозрачной и не такой фактурной. Не протирайте ее равномерно по всей длине, старайтесь тряпкой работать так же, как кисточкой. Чтобы сразу создавался эффект воды. Этой же тряпочкой можно протереть внутри нашу волну, чтобы не было белого куска холста. Возьмем немножко в нашу тряпочку растворителя и сотрем некоторые участки от излишней краски. Теперь поработаем кисточкой в нижней части нашей волны. В теневые части нашей воды можно добавлять такие краски, как те индиго и кропла. Продолжение следует... 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 Давайте теперь сразу зададим цветовое пятно нашей горы, чтобы у нас не было белого куска. Для этого я смешаю такие краски, как оливковая, которая дает теплый зеленый цвет, и индийскую желтую. Добавлю к этим краскам марс оранжевый прозрачный, и начну намечать наш суворит. Не бойтесь на первом этапе сделать немного темнее, в дальнейшем мы будем работать над цветом. И уже прорисуем нашу гору более тщательно и похоже на наше изображение. Верхняя часть нашей горы становится более холодной. И имеет какие-то синие оттенки. Поэтому добавим в нашу краску немного синих и также жидко, не очень густой краской. Продолжим рисовать. Гору мы не будем рисовать сильно фактурно, толстым слоем краски, так как она находится дальше наших волн и не должна привлекать в себе большого внимания. Все переходики мы плавно смягчаем пальцем. Как вы видите, передний план горы более светлый и не такой зеленый, поэтому добавляем туда охры и неаполитанское желтый. Пробуем сразу на холсте. Если у нас такой цвет устраивает, оставляем. Можно добавить немного даже красного. Разнообразие оттенков только сделает нашу работу более интересной, живописной. И работать вам будет гораздо интереснее. Поработаем еще над светлым участком нашей горы и перейдем к ее основанию. Продолжение следует... Теперь смешаем более темную краску для того, чтобы сделать тени у нашего обрыва. Я беру марс оранжевый прозрачный, оливковый, немножко вулканскоита и рисую тени. Можно добавить немножко краплака. И можно поработать даже вертикальными мазками для того, чтобы лучше передать объем. Это называется мазки по форме. Продолжение следует... Продолжение следует... Добавляем в наш темный цвет уже светлых оттенков и можно смешать даже какой-то фиолетоватый цвет, чтобы передать тепло-холодность. Для этого я беру кроплак ультрамарин и смешиваю сложный холодный цвет. И также мазками по форме нашего обрыва кладем краску на холст. В некоторых местах наш обрыв плавно переходит в гору, поэтому смягчаем касание здесь. Как бы вплавляя краску одну в другую, а уже приближаясь к линии горизонта, наша гора и ее обрыв переходят как бы в одну тональную гамму, поэтому делаем там обрыв темнее. Для этого я беру охру, неаполитанскую желтую и оливковую, смешиваю эти цвета и кладу на холст. Так, немножко еще поработаем над нашим обрывом, горой и перейдем к переднему плану. В основании нашей горы сделаем воду, плавно переходящую в нее, более темной. Субтитры создавал DimaTorzok Возьмем теперь кисточку поменьше и добавим несколько деталей для того, чтобы наше изображение сразу становилось живым. Субтитры создавал DimaTorzok Предлагаю добавить вам в обрыв немного теплых оттенков. Опять-таки не работаем жирными мазками, делаем их очень жидкими, едва касаясь кисточкой холста. На переднем плане сделаем наш обрыв еще темнее. Теперь я предлагаю вам взять маленькую щетину, чистую, и с помощью растворителя размыть краску, которая приближается к нашей горе, так как краска не до конца засохла. Смотрите, чтобы растворителя на вашей кисточке не было много, для этого используйте тряпочку. Субтитры создавал DimaTorzok Также мы можем размыть нашу краску в местах, где должны быть волны. Мы не будем делать волну сплошной. Сделаем ее с небольшим разрывом, чтобы она была интереснее по композиции. Дима Торзок Теперь я предлагаю перейти на передний план и заложить основной цвет нашего песка. Перед этим тщательно вымоем кисти, чтобы не было зеленого цвета на них. Обязательно нужно почистить палитру, чтобы было где смешивать чистую краску. Дима Торзок Итак, мы с вами вымоли кисти, палитру, приступим к написанию нашего переднего плана. Для этого берем такой цвет, как индийское желтое, смешиваем с марсом оранжевым прозрачным. Это будет теплый цвет нашего песка. И для того, чтобы намешать холодный цвет, мы сделаем фиолетовый, смешав для этого краплак и ультрамарин. Добавляем белила и получается фиолетовый оттенок. Эти два цвета мы будем использовать при написании нашего песка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сделаем более насыщенный цвет при помощи марса оранжевого прозрачного. И немножко смягчим касание к нашему будущему сухому песку при помощи салфетки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавляем DimaTorzok И закрасим участок нашего песка. Ближе к воде он становится мокрым и более насыщенным. Поэтому можно добавить еще больше индийской желтой и краплака. Внутреннюю часть протырем от излишнего количества краски. Теперь опять смешаем фиолетовый цвет. И уже не так густо положим сверху нашего песка. Но не забываем про то, что наши касания должны быть не так густо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавив к этому цвету немного белил, мы перейдем на сверху часть нашей воды. Добавил субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok И сделаем мягкий переход от воды на песке к основной массе воды. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Здесь уже нужно работать более аккуратно. Сохраняю рисунок нашего берега. Добавил субтитры сделал DimaTorzok В некоторых участках можно сделать так, чтобы наш песок просвечивал сквозь воду. Д Av vez И не смогU Logo Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сделаем более темный участок на переднем плане. Сразу будет понятно, что здесь песок сухой, а здесь мокрый. Можно поставить несколько ярких акцентов на наш песок. Для этого смешиваем краплак, марс оранжевый прозрачный и немного кадмия красного светлого. Смягчим немного цвет. Все переходы сделаем мягкими. И продолжим расставлять наши акценты. Теперь я предлагаю поработать над передней волной. Я смешиваю такую краску, как изумрудная зеленая, те индиго и немного краплака. Все касания сразу смягчаю. И продолжаю работать темными цветами. Субтитры создавал DimaTorzok Возьмем кисточку пошире. И сделаем яркие, насыщенные цвета при помощи изумрудно-зеленой растворителя и белил. Субтитры создавал DimaTorzok Мазок мы кладем по форме нашей волны, чтобы сразу создавать какой-то объем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смешаем изумрудную зеленую, лимонную краску и белила. Сделаем несколько мазков всей этой части нашей волны. Теперь проработаем нашу волну. Снизу ограничим ее более темным цветом. Снизу ограничим ее более темным цветом. И делаем плавный переход от теплого к зеленому вот в этой части нашей волны. Для этого я беру индийскую желтую, смешиваю ее с оливковой краской. И добавляю немного коричневого. Опять-таки все переходы я делаю плавными. Мазок кладем так же, как и ранее. Проработаем еще по форме нашей волны. И в некоторых местах смягчаем пальчиком. Проработаем еще по форме нашей волны. Поработаем светлой части воды под нашей волны. Опять-таки не закрашивайте весь холст сразу одним цветом. А старайтесь смешивать разные оттенки. И класть краску так, чтобы оставались какие-то светлые кусочки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Под нашей волной сделаем свет немного равномерный. И чуточку светлее. Продолжение следует... Немного поработаем внутри наших волны. Для этого берем белила ультрамарин. Смешиваем сложный синий оттенок. Можно добавить немножко краплака. И проходим внутри наших волны. Так же, как мы работали над обрывом, я буду класть мазки вертикально. По форме волны. По официальной волны. По форме 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 волны. Об это бле péко. Теперь и по форме волны. Теперь у constructive hearts. Естьчик и выставка волнуйки連 Можно добавить немножко желтого оттенка и в некоторых местах даже в охры. То же самое мы проделаем вот с этой волной, только если вы обратите внимание, вы заметите, что здесь волна имеет уже более зеленый оттенок, нежели здесь, поэтому добавим в нашей краске изумрудно-зеленый. Сделаем краску более насыщенного цвета, более яркого и продолжим рисовать там же по форме. Продолжение следует... Добавляем желтые оттенки в нашу волну и продолжаем рисовать в левый яйцо. Этим же цветом мы можем поработать над самой дальней волной, добавив в нее немного больше фиолетового оттенка. Продолжение следует... Теперь можно немного поработать мастихином. Для этого берем белую краску, прямо на палитре смешиваем ее с синими оттенками, можно брать немного желтого. И размешав нужный нам цвет, будем работать с волной. Сделаем свет в верхней части нашей волны. И поработаем над левой ее частью. В некоторых местах можно класть плоский мазок для того, чтобы показать верхний свет. В нижней части волны мы списываем более темный свет и белый. И также мастихином мы можем поработать уже на самой воде. Мастихин помогает нам создавать разную, очень интересную фактуру. Им можно не только наносить краску, но и убирать ее. Создадим фактуру на переднем плане. Здесь у нас идет плоская не такая объемная волна, но так как она находится к нам близко, она очень светлая. Светлая волна плавно переходит в другую. Лишнюю белую краску мы соскребаем. Оставляем ее только в тех местах, где она необходима. Смешиваем на палитре фиолетовый цвет. Можно смешивать прямо мастихином. Учитывайте то, что при работе мастихином у вас идет немного больше краски. Но зато это поможет создать дополнительную фактуру и сделать работу интересней. Примешиваем к нашему фиолетовому цвету. Такие цвета как охра, сиена натуральная. И этим цветом работаем уже приближаясь к песку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этой части песок можно сделать темнее. Для этого вымоем кисточку и возьмем такую краску, как марс оранжевый прозрачный и умбра натуральная ленинградская. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Желтый участок песка я предлагаю сделать немного светлее. Для этого мы берем индийскую желтую, смешиваем ее с белилами и пробуем на холсте. Темные участки мы можем оставлять, когда песок подходит к воде. Подписывайтесь на мой канал! Субтитры создавал DimaTorzok Сделаем немного темнее участок, потому что он сейчас ведет вперед, и все переходы смягчаем. Теперь можно поработать над левой волной, сделав несколько акцентов в ее глубине. Добавил субтитры DimaTorzok 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 И порисуем дальнюю волну. И порисуем дальнюю волну. Работаем маленькими, аккуратными мазками. Дальше к воде волна становится светлее. Также мы можем винить цветы участки в некоторых местах сверху. Дальше к воде волну. Дальше к воде волну. Дальше к воде волну. Для этого я возьму такие краски, как изумрудная, те индиго и небольшими маленькими мазочками. Не по всей длине, а в некоторых местах. Нарисую тень и наша волна сразу будет становиться объемной. Это же я проделаю в другой части холста. Дальше к воде волну. Дальше к воде волну. Дальше к воде волну. Дальше к воде волну. Сделаем несколько ярких акцентов в середине нашего холста и у линии горизонта. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы с вами заложили основные цветовые массы, успели поработать над деталями. И теперь давайте перейдем к проработке некоторых из них. Давайте уделим внимание нашей горе. Я беру охру светлую, смешиваю с белилами и индийской желтой. Добавляю немножко холодных цветов, таких как ультрамарин светлый и краплак. И полусухой кистью наносим на наш холст. Наносим только в тех местах, где на картинке есть цвет. Музыка 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 Добавим немножко зеленой краски. Я беру оливковую, смешиваем с нашим холодным оттенком и продолжаем работать со сметой. В этом месте я работаю светлыми красками, потому что это освещенный участок, на который падает свет. Любой предмет, который мы с вами рисуем имеет свет и тень, в зависимости от этого мы накладываем нашу краску. Так, здесь у нас трава списывается с обрывом, поэтому делаем мягкий косовый. Можно даже немножко убрать краску мастихина. Аккуратно счищаем. И раз мы начали с вами смягчать, я предлагаю вот этот темный участок нашей картины сделать немного светлее. Так как он находится на дальнем плане, он не должен брать на себя много внимания. Смешиваем ультрамарин, краплак и немного Тиэндига. И также сухой кистью проходимся сверху нашей краски. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помимо того, что это дальний план и он не должен быть сильно темным, на этот участок еще падают рефлексы от волн. Поэтому снизу можно делать еще светлее. Добавляем кобальт зеленый светлый и также не очень жирными мазками продолжим нашу работу. Смельчим касание с нашей водой. И можно сразу перейти к самой воде. Для этого смешиваем кобальт зеленый светлый, кобальт синий и белила. Делаем мягкий переход. Можно добавить немножко теплых красок, например, оха. Субтитры создавал DimaTorzok Так как волна это тоже, по сути, предмет, под ней должна быть падающая тень. Поэтому смешаем ультрамарин, изумрудную краску, теоиндиго и небольшое количество белье. Сделаем нашу волну объемной. Для этого тоненькой кисточкой нарисуем падающую тень. Опять-таки мы не делаем сильно резких касаний, для того, чтобы показать разноплановость нашей работы. Мягко списываем края. И сделаем пару ярких мазков внутри нашей волны. Мазки должны быть светлее, чем падающая тень, потому что тень всегда темнее. В месте перехода воды в обрыв есть небольшая морская пена. Сделаем ее светлыми красками. Я смешиваю белила с разными холодными оттенками. И тоненькой кисточкой кладу их на холст. И так далее и все. Приятного аппетита. И в этой уже святых сетах. Этой краской продолжим работу правом участке нашего хвоста. Смягчим здесь все переходы. Возьмем те индиго белила и немножко индийской желтой. И полусухой кистью пройдемся сверху темных мест. Играет музыка. Сделаем более холодный оттенок, смешав кроплак и ультрамарин светлый. Добавим белил и продолжим работу. Сейчас я возьму кисточку побольше. И поработаю с самой горой. Смешаем индийскую желтую, белила и оливковую. И в эту краску уже будем добавлять разные оттенки. Нужно сделать немного светлее. И я предлагаю сделать немножко холоднее. Все-таки когда тень у нас теплая, свет холодный. Добавляем в уже полученный цвет кобальт синий светлый или ультрамарин. И уже более широкими мазками наносим на холст. Играет музыка. Играет музыка. Самым светлым и холодным местом на данном участке является переход от обрыва к самой горе. А дальше уже цвет становится теплее. Поэтому добавляем охру. Индийскую желтую. Можно добавить немного красноватой. И делаем наш цвет немного плотнее. Можно добавлять разные оттенки зеленых. Чем больше оттенков вы найдете, тем лучше и живописнее будет ваша работа. Сделаем сейчас насыщенный зеленый цвет. Для того, чтобы наша работа была интереснее. И добавим в нашу гору. Сделав наш цвет немного холоднее, можно пройтись этой краской сверху нашей горы. Обратите внимание, что на данном этапе работы я делаю очень аккуратные и не очень жирные мазочки. В отличие от того, каким мазками мы пользовались в начале работы. Добавим индийскую желтую. И совсем сухой кистью протрем нашу гору. Самый край горы имеет коричневатый оттенок, поэтому добавляем марс оранжевый прозрачный, охру, немного ультрамарина. И аккуратно делаем касание горы с небом. Смотрите, чтобы они не были сильно жесткими, для этого иногда можно смазывать их пальцем. Чем дальше гора находится от нас, тем мягче все тональные переходы и касание ее с воздухом. Все эти переходы очень легко накручиваются. заметить на дальнем расстоянии. Для этого нужно просто отставить работу или отойти от него. Тогда вы увидите все свои ошибки. Добавляем красноватых оттенков. Еще немного индийской желтой. И пишем нашу гору. Смягчаем все касания. И делаем нитки. акцентов у самого края обрыва для этого я смешиваю те индиго и ультрамарин теперь возьмем кисточку поменьше и напишем основание нашей горы сделаем его чуть темнее чем у нас на работе и и Сейчас я добавляю холодных рефлексов в нашу гору, которые падают от воды. Сейчас я добавляю холодные рефлексы. Давайте лишнюю краску счистим мастихином в самых темных местах. Счищаем ее не полностью, а только верхний слой. Делаем так, чтобы холст слегка просвечивал. Продолжение следует... Теперь немножко подправим рисунок основания. То, что мы лишнее счистили, добавим. Чем ближе к нам, тем гора должна быть контрастной. Поэтому смело можно взять темную краску. Я беру марс оранжево-прозрачный и делаю акценты в нескольких местах. Теперь нарисуем воду там, где мы стерли краску. Берем изумрудную, белево и немножко кобальта синего светлого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добавим побольше зеленой краски. И сделаем ее светлее. Мазок кладем по форме волн, чтобы придать ей дополнительный объем. Опять-таки, чем ближе к нам, тем можно делать волны темнее. Сделаем теперь свет на наших волнах. Для этого я беру тоже краску, просто добавляю к ней беле. Легкими движениями прохожусь поверх наших волны. Не обязательно срисовывать все волны, которые есть у вас на изображении. Можно выбрать несколько самых главных, которые вы считаете нужными, и нарисовать их. Также, если вы считаете, что вам нужно больше, можете сделать их больше. Под нашими волнами сразу рисуем тень. Как я уже говорила, волна это тоже предмет, который имеет цвет, тень собственную, тень падающую. Для этого смешиваем ультрамарин, тень индиго и марс оранжевый прозрачный. И очень аккуратно, тоненькими мазочками наносим на нашу волнух. Тень не обязательно должна быть непрерывной. Она может быть в некоторых местах идти, потом прерываться и снова продолжаться в другом месте. Аккуратно смягчаемся. Поверху нашей морской пены добавляем еще больше света. Маленькими-маленькими мазочками проходимся поверх нашей волны. Лишнюю белую краску убираем и продолжаем работать со света. Внутри волны можно сделать немного темнее. Теперь аккуратно спишем касание. Еле, касаясь кисточкой холста, мы делаем плавный переход от белого к темному. Теперь сделаем несколько светлых волн на основание. И сразу же, как и в других местах, нарисуем тень под ними. Тень под ними можно нарисовать мастихином, так как он дает очень тоненькую линию. Берем нашу темную краску, в которой мы уже работали в тени. Аккуратно набираем на мастихин. Уделите внимание тому, чтобы краски на мастихине не было очень много. Иначе получится очень жирная линия, которую будет трудно убрать. Лишнюю краску можно снять тряпочкой. Лишнюю темную краску уберем кисти. Таким образом у нас получилась очень тоненькая тень под волнами на заднем плане. Давайте теперь перейдем к более детальной проработке самой передней волны. И смягчим наше касание, где находится песок. Нет, и смягчим наше касание в области песка. Итак, для того, чтобы сделать волну, можно сделать свет на ней и более контрастную тень. Поэтому смешиваем ультрамарин, тень индиго и белье. Попробуем полученный цвет на холсте. Опять-таки я работаю практически с сухой кистью. Для того, чтобы не сделать ошибок на последнем этапе работы. Если у вас есть время, желательно просушить работу, чтобы холст был сухой. Тогда вам будет проще делать детали и в случае ошибки вы сможете их стереть. С сухого холста стирать масло можно обычным растворителем. С помощью тряпки или салфеток. Если вы решите все-таки просушить ваш холст, обязательно обработайте перед работой его лаком. Или тройником. Тогда работа будет такого же цвета, как и при первоначальном письме. У вас не будет прожухлостей. Он будет яркий и насыщенный цвет. Так, я продолжаю работать в тени нашей волны. Даже не волны, а гребны. Потом мы перейдем к цветам. Смешаю ультрамарин светлый, белилый. Получается очень насыщенный синий цвет. И в некоторых местах я, без смешения каких-либо других красок, сделаю несколько темных акцентов. Этим же цветом поработаем на переднем плане нашей волны. Также мы должны сделать мягкий переход от волны к песку. Для этого наносим эту краску на холст, добавляем чуть больше белил и смазываем пальцем. Смазываем так, чтобы наш цвет переходил в цвет песка. Очень плавно и без каких-то жестких переходов. Смешаем сейчас более чистый цвет из ультрамарин. Именно кроплака и белый. И сделаем самые темные места в нашей волне. Музыка. 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 делать аккуратно и смягчать мы должны помнить что мы пишем воду и здесь не должно быть каких-то четких переходов и жестких границ как и в основной массе воды так и в переходе от воды к песку или от воды горе все очень мягко и прозрачно вы можете пользоваться таким методом письма как лисировки наносить очень жидкий слой краски и растирать его им пользоваться можно только тогда когда ваша работа полностью просохла это даст вам дополнительные эффекты теперь возьмем кисточку побольше и немножко поработаем над песком на сухую кисть возьмем наш холодный оттенок и сверху в отрем едва нажимая кисточкой добавим еще больше пилю и продуваем сделаем так чтобы наш песок плавно переходил в воду не смотря на то что песок имеет теплый оттенок переход от песка к воде должен быть холодным так как он все-таки мокрый имеет рефлекс от неба аккуратно растираем пальцы вот и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавим наш холодный цвет изумрудный Субтитры создавал DimaTorzok Ближе к краю наш переход становится более насыщенным и цветным Добавляем туда больше холодных красок, таких как ультрамарин и изумрудный Уберем сейчас этот темный цвет и сделаем его более мягким Для этого берем беливо, марс оранжевый прозрачный и немножко охра И также, едва касаясь кисточкой холста, наносим краску Добавим в этот цвет холодного Чтобы он сильно не выбивался из основного колорита И аккуратно разотрем Добавил субтитры создавал DimaTorzok Можно сделать несколько светлых акцентов Для того, чтобы показать толщину воды Так как она имеет толщину, она имеет цвет Поэтому делаем и два заметные блики Я напоминаю, что все касания у нас должны быть мягкими Особенно в тех местах, где вода плоская Добавил субтитры создавал DimaTorzok И если в тех местах нашего холста, где есть какие-то жесткие большие волны Еще могут быть жесткие переходы и контрасты То в тех местах, где вода плоская, их не должно быть Здесь можно взять кисточку побольше и пожестче И прям растереть нашу краску Приближаясь к песку, мы делаем наш цвет еще светлее Добавим немножко краплака И положим на холст Если внимательно посмотреть, то в тех местах, где вода соприкасается с песком Песок становится немного темнее, а затем светлеет Попробуем это перенять Сделаем еще немного светлее нашу воду И в некоторых местах сделаем светлее песок Для этого я беру охру, белила, индийскую желтую И чтобы цвет не был сильно теплым, добавляю зеленых красок Оставляю темные участки только там, где песок соприкасается с водой Во всех остальных местах я делаю песок светлее Добавим в наш цвет песка немного красного И белил И теперь тоненькой кисточкой поработаем в местах касания Для этого берем индийскую желтую Красную краску Можно взять марс оранжево-прозрачный И делаем яркие акценты В тех местах, где они необходимы Здесь мы делаем песок темнее, так как вода ушла И песок стал более темным Вообще на нашей работе мы можем заметить три вида песка Это сухой, мокрый и песок с водой Все эти пески должны отличаться между собой друг от друга Стараемся заметить все маленькие переходы И зарисовать их Сделаем то же самое На самой передней поверхности нашего холста Добавим красного Так как ближе к нам, контрасты становятся сильнее Опять-таки все переходы делаем мягкими Едва заметными Когда мы делаем наш песок темнее, вода сразу становится объемней Если добавить сюда еще немного света Волна станет еще более живой Сейчас мы закончим с песком И поработаем над самым передним планом Чем дальше, тем контрасты менее заметны Поэтому аккуратно списываем И давайте сразу перейдем к волне Нарисуем песок, который виден сквозь нее Он должен быть темнее Добавим к волне Субтитры создавал DimaTorzok Для того, чтобы наша волна вышла на передний план Сделаем песок, задняя ее темнее И сразу сделаем нашу волну более светлой Для этого возьмем среднюю кисточку Тщательно вымоем ее И нанесем светлую краску И нанесем светлую краску Аккуратно как бы втираем ее Для того, чтобы все переходы Все касания были очень легкими В самых светлых местах нашей работы Можно брать краску попуще Тогда все светлые участки Станут более объемными Нам удастся лучше выразить пространство Аккуратно делаем светлую краску Аккуратно делаем светлую краску В самой передней волне Можно сделать несколько жирных мазочков Так как они находятся на самом-самом переднем плане Все эти касания уже должны быть более мягкие и списаны Добавим светлую краску В две частях нашей водички Добавим светлую краску Все делаем очень аккуратно Не торопимся Следим за каждым нашим лазочком Добавим светлую краску Сделаем жирные мазочки По всей нашей волне Мазки накладываем по форме Если волна идет вверх Мазок тоже идет вверх То же самое делаем с левой волной Сейчас можно не бояться делать жирные мазки Потому как они только помогут нам передать объем А передать объем и пространство Это главная задача художника В некоторых местах вот эту ряду можно обобщить Потому как она не должна быть по всему холсту Чтобы не мешать Сделаем несколько светлых мазочков В темных местах Поставим акценты Не делайте их сильно много Потому что это будет мешать нашему глазу отдыхать Где-то должно быть очень много деталей А где-то глаз должен отдыхать По всему холсту Только тогда вы получите удовольствие От просмотра своей Или какой-то другой картины Можно сделать несколько светлых мазочков Вот здесь Не забываем, что я кладу мазки по форме Если наша волна идет вверх Мазок мы тоже делаем вверх Если волна идет вниз Мазок делаем вниз Мазок делаем вниз Сделаем несколько светлых акцентов В самой левой части холста И внизу Продолжение следует... Можно сделать эти волны немного темнее Для того, чтобы они не спорили С бликами на основной части волны Обобщаем некоторые участки Переднего плана Чтобы все внимание Сконцентрировать на середине холста Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте сделаем несколько светлых участков пены Для того, чтобы передать, что волна вот-вот нахлынет на нас Субтитры создавал DimaTorzok Старайтесь не делать линию волны сплошной Она должна постоянно прерываться Так как волна не имеет какой-то одной четкой линии Субтитры создавал DimaTorzok Несколько светлых волн сделаем по серединке Для этой работы вы можете взять маленькую кисточку Не очень мягкую, пожестче Чтобы краска едва-едва касалась холста И я предлагаю добавить белой пены вот на эту волну Для этого смешиваем уже по знакомую нам краску С белилами И опять-таки по форме волны кладем наши мазочки Несмотря на то, что наша волна с вами белая Она имеет свет, собственную тень Вот этот темный кусочек И падающую Самый темный кусочек в одни Это касается рисования любого предмета Не только волны, но и всего, что вы будете когда-то рисовать Сделаем несколько светлых участков снизу И после того, как мы порисуем с вами волны, мы перейдем к небу Сильно прорисовывать небо мы не будем, так как оно находится на самом дальнем плане Только сделаем мягкие переходы И в некоторых местах более насыщенные Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пару светлых акцентов поставим на переднем плане Даже, казалось бы, плоский участок воды мы делаем объемным Потому что он все равно имеет толщину, хоть и небольшую И перейдем к рисованию неба Для начала я предлагаю сделать границу перехода от воды к небу более ровной Для этого смешаем цвет из ультрамарина и краплака Получается насыщенный фиолетовый цвет Добавляем туда белил и разбавители В качестве разбавителя я использую пенел Очень жидко мы сейчас будем прокрывать наш хвост Так как мы с вами писали на лаке первую прописку Наша краска уже высохла Так что можно сверху нее сейчас накладывать новый слой Не повреждая сталь Все переходы красок делаем мягкими Добавим изумрудный И продолжим Вот этот цветовый кусок мы сразу убираем Потому что самый светлый участок есть это волна Аккуратно растираем пальчиком Аккуратно растираем пальчиком И продолжаем доравливать нашу линию Добавим побольше белью Для того чтобы сделать наше небо немного светлее И аккуратно вплавляем краску в предыдущий слой Небо должно получиться еще мягче чем вода Потому что если на воде есть какие-то волны Небольшие контрасты То в небе этого не должно быть В небе старайтесь найти как можно больше оттенков Тут есть и синие, и красные, и желтые Только в разных пропорциях Здесь у нас с вами будет более темное облачко А вокруг него напишем небо Добавляю теплых красок Я добавила сюда охры И аккуратно растираю все пальчиком Эту же краску я наношу поверх нашего облачка И делаю мягкие переходы по всему небу Можно добавить немного лимонной краски И узмородки И написать светлый участок неба на дворой Опять-таки все касания мы смягчаем Субтитры создавал DimaTorzok Сделаем более синий участок здесь И небо посветлее Краску можно наносить неровными мазками Так как небо у нас здесь неравномерное Делаем некоторые места светлее Опять-таки этот участок неба находится ближе к нам, чем дальний Поэтому можно сделать здесь больше контраста, а сзади меньше Не обязательно перерисовывать небо так же, как на изображении Здесь можно добавлять какие-то свои облака Искать более интересные оттенки И создать уже какое-то свое изображение Растираем нашу краску Чтобы не было каких-то узких границ Чтобы перебить этот темный кусок добавлю сюда немного светлого Несмотря на то, что этого нет в нашей картинке Я думаю, так будет интересно Сделаем еще светлее край нашего неба Сделаем еще светлее край нашего неба И добавим теплых красок Я добавлю охра Помимо охры, вы можете добавлять желтые оттенки И совсем немножко красных Такие места лучше делать жесткой и сухой Кистью И теперь давайте сделаем вот этот участок неба более ярким и сочным Для этого возьмем кобальт синий светлый Смешаем с белевыми И изумрудной краской Мой цвет получился очень светлым, поэтому я сделаю его темнее Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok Убираем все темные места и делаем мягкий переход. Смешаем изумрудную краску с беливами и в некоторых местах добавим ее в небо. И этим же цветами можно поработать в правой части холста. Опять-таки не делая жестких переходов, а мягко вплавляя краску в предыдущий слой. Добавим побольше белью и поработаем рядом с темными руками. В некоторых местах можно делать просветы. Теперь я предлагаю самое дальнее облако сделать немного темнее. Для этого смешиваем ультрамарин, краплак и белила. Добавляем немножко изумрудный. Получается насыщенный фиолетовый цвет. Его мы вплавляем в верхний край нашего облака. Аккуратненько все размазываем. И нарисуем парочку облаков посередине нашего неба. Этим же цветом, добавив немножко белью, нарисуем иглочком. Постарайтесь сделать так, чтобы края этого облака были мягкими. И этим же цветом сделаем мягкий край нашего большого темного облака. смешаем красочку немного темнее, чем у нас есть. все из тех же красок. Можете добавить немножко черной, но старайтесь ей не злоупотреблять. Сделаем наше облачко еще темнее. Тогда оно выйдет на передний план, а дальнее облачко выйдет назад. И с помощью неба мы также сможем передать пространство, которое станет еще глубже. Субтитры создавал DimaTorzok и так мы с вами смягчили наше облачко. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте теперь сделаем светлый участок за горой, чтобы показать, что солнце находится именно там. И будем заканчивать нашу работу. Конечно, на деталях можно работать очень долго, добиваться точного сходства. Но главная наша задача это передать состояние. Так, немножко зашла на небо. Сейчас мы это уберем. Масляная краска помогает очень легко убирать все недостатки. Мы исправили нашу ошибку. И теперь сделаем светлый участок за горой. Для этого берем белило, смешиваем с лимонной краской и добавляем немножко холодных оттенков, которыми мы работали на небе. И аккуратно, аккуратно, аккуратно работаем за горой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы и закончили нашу работу. В ней мы научились передавать пространство, писать сложное по тону небо, морской пейзаж, песчаный берег, а также передавать такие нюансы, как гребни волн и набегающую на песок воду. Если вам понравилось работать с таким чудесным материалом, как масляная краска, мы рады предложить вам курс живописи маслом, где мы с вами постепенно разберем все жанры и техники масляной живописи, а также в теории и на практике научимся всему самому важному, что нужно для художника. Присоединяйтесь к нам! Субтитры создавал DimaTorzok